Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вновь принять участие в научном форуме «Белые ночи». Из года в год качество конференции становится все лучше и лучше, и она становится все более и более представительной. Я должен сказать, что данные, которые вчера были во время церемонии открытия, более 5000 делегатов участвуют, и более 140 лекторов из других стран мира. Здесь работается синхронно, в 13 залах идут заседания. Пожалуйста. И моя лекция посвящена, собственно, методу, о котором сегодня много говорили, о методу местного иссечения, трансональной эндомикрохирургии. Нет нужды говорить, как это делается. Здесь вы видите этапы операции, осуществляется разметка, дальше осуществляется, собственно, локальное иссечение полностенное или в пределах мышечного слоя. Дальше дефект можно ушить, а можно не ушивать, как опция. Ну, итогом должен стать вот такой препарат с хорошими периферическими границами резекции, с хорошими глубокими резекциями. И, собственно, вот эта сентенция о том, что в настоящее время это рутинный, наиболее стандартизованный, онкологически обоснованный метод органозсохраняющего лечения, на этом можно было бы презентацию и заканчивать. Но, поскольку мы не воспринимаем на веру, я бы хотел доказать эту тенденцию, сравнив метод ТЭМ с альтернативой методом. Наиболее старой альтернативой является трансональное иссечение. Здесь вы видите иссечение небольшой опухоли, и если вам повезет, то в конце вы получите вот такой нефрагментированный препарат. Этот метод очень ограничен, собственно, выше 8 см от края ануса его просто нереально сделать. То есть это только для очень низко расположенных опухолей. Другой вариант – это эндоскопическая мукозектомия. Конечно, по сравнению с ТЭМом здесь есть преимущество в том плане, что это можно делать в любом отделе толстой кишки. Но, как вы видите, итогом операции становится флакон, в котором лежат куски опухоли. И, в общем-то, ваш патолог имеет большие проблемы для того, чтобы выдать вам качественное заключение о границах резекции. Точнее, это просто невозможно. И, наконец, наиболее конкурирующий СтЭМ-метод – это метод эндоскопической подслизистой диссекции, которая проводится, как понятно, из основания в подслизистом слое. И итогом становится вот такой препарат, собственно, очень похожий на то, что мы получаем после трансональной эндомикрохирургии. Сравнивая ТЭМ с трансональным иссечением, мы можем констатировать, что трансональное иссечение уступает по всем параметрам. Негативные резекции в 5 раз чаще бывают после ТЭМ, чем после трансонального иссечения. Фрагментация препарата в 10 раз реже по сравнению с трансональным иссечением. Местные рецидивы, соответственно, в 5 раз реже при ТЭМ по сравнению с трансональной эндомикрохирургией. И вот как такой пример, мы давно занимаемся в нашем институте локальным иссечением. И одно время у нас была такая трансональная безгазовая эндохирургия, некий суррогат ТЭМ, когда не осуществлялась инсуфляция, и работа осуществлялась через открытый канал операционного ректоскопа. Как тогда казалось, этого метода было легче научиться. Здесь большая свобода манипуляции, прямой визуальный контроль. Но самое главное, что это было очень дешево. Можно было использовать стандартный инструментарий. Но, как оказалось, при анализе отдаленных результатов, собственно, результаты этой трансональной безгазовой хирургии, они были сопоставимы с трансональной хирургией. Фрагментация препарата у каждого третьего больного и, соответственно, рецидивы в 7 раз чаще, чем при стандартном трансональной эндомикрохирургии. Мукозактомия. Долгое время отсутствовали прямые сравнительные исследования. А когда они отсутствуют, тогда идут таким путем, что собирают исследования, посвященные одному методу и другому, и суммируют их в виде метаанализа, сравнивают друг с другом. И вот это исследование, которое было проведено в 2011 году, метаанализ, который сравнивал 20 исследований мукозактомии с 48 исследованиями трансональной эндомикрохирургии, 1000 против почти 3000 пациентов. Средний размер аденома 30 мм при мукозактомии против 37 при ТЭМ. Как оказалось, послеоперационные осложнения были чаще после ТЭМа, 13% они составили ранние рецидивы. Вот это такая очень интересная вещь, когда делают операцию, а через 3 месяца делают обязательно повторную колонскопию, говорят, что это ранний рецидив, хотя, конечно, это не ранний рецидив, это резидуальная аденома, которую выявили через 3 месяца. Она была в 2 раза чаще после мукозактомии по сравнению с трансональной эндомикрохирургией. Ну а поздние рецидивы, как говорят авторы, то есть если через 3 месяца убирать остатки этой аденомы, то результаты будут сопоставимы с ТЭМ. И заключение было, что в виде единственного мешательства она вроде бы выглядит менее эффективной мукозактомии, чем ТЭМ при больших аденомах, но при включении в анализ результата повторных мешательств результаты выглядят одинаковые. Однако есть и дополнительные осложнения, и дополнительная процедура, и, в общем, было понятно, что необходимо проспективное рандомизированное исследование, которое, собственно, в прошлом году было опубликовано. Это исследование ТРЕНД. Больные включались старше 17 лет, аденома, не на ножке, плоская аденома. Как минимум 50% опухолевого компонента должны были находиться ниже 15 см, потому что выше 15 см это очень сложно сделать с помощью трансональной эндомикрохирургии. Всем пациентам выполнялась колоноскопия, далеко не всем выполнялась трансректальное ультразвуковое исследование и биопсия, но у всех больных производилась оценка и хирургам, и гастроэнтерологам. В Нидерландах занимается гастроэнтеролог, не эндоскопист этой процедуры, и приходили к консенсусу, что и тот, и другой метод возможны. Если ТЭМ было технически невозможно завершить, переходили на мукозактомию, что, на мой взгляд, в общем, достаточно странно, мне сложно представить ситуацию. Скорее, чаще бывает наоборот. Если при мукозактомии было невозможно удалить больше 90% аденома, тогда делали обратно, переходили на ТЭМ. Наличие скрытой малигнизации, выявленной в препарате, было критерием исключения после рандомизации. Контрольная колоноскопия обязательно выполнялась через 3 месяца, и наличие резидуальной опухоли через 3 месяца не считалось рецидивом. Ну и эндоскопическое вмешательство, повторное, мукозактомия через 3 месяца считалось частью стратегии первичного лечения. Ну и вот какие были получены результаты. Биопсию не выполняли, ну, по сути дела, у каждого пятого, сразу делали операцию. Ультразвуковое исследование не выполняли у 70% больных мукозактомии, и, в общем, сопоставимая цифра при ТЭМ, то есть ориентировалась исключительно на данные эндоскопии. Эндоскопическая полнота удаления опухоли составила 87% при мукозактомии, 94% при ТЭМ, однако при этом с одинаковой частотой была конверсия и в другой метод, однако при этом понятно, что при мукозактомии все препараты здесь статус R, он не ясен, поскольку опухоль удалена кускованиями, но что лично меня больше всего смутило, это то, что после ТЭМ R0 операция была расценена только у 66%, то есть у каждого третьего больного это были либо непонятные данные эндоскопии, патоморфологии, либо сомнительные границы резекции, что на мой взгляд очень высокая цифра, и я постараюсь доказать это дальше. Другое, понятно, что резидуальная опухоль была гораздо чаще после мукозактомии, чем после ТЭМ, но что меня также очень смутило в этом исследовании, это очень высокое количество осложнений и в той, и в другой группе, 18% и 26%, и более того, осложнения серьезные, то есть больше третьей степени по диндо составили 8%, что на мой взгляд совершенно неприемлемая цифра, ну и стоимость ТЭМ, она была в два раза больше. Таким образом, что позволило сказать нам это исследование? Рецидивы Адонова возникали чаще, чем ожидалось, и после того, и после другого метода. Мукозактомия экономически более эффективна, оба вмешательства были связаны со значительной частотой осложнений, но есть тенденция к более тяжелым осложнениям после ТЭМ, и важным выводом было, что довольно высокий показатель скрытой малернизации, 13% в Адономах приемой кишки, которые при эндоскопии, основным методом была эндоскопия, были расценены как доброкачественные. Что касается последнего тезиса, здесь сложно не согласиться, это вот наши данные, сейчас мы проанализировали 600 наших трансональных эндомикрохирургий, это самая большая серия в России, и вы видите, что если на дооперационном этапе по данным биопсии Адонокарцинома была у 118, то после выполнения биопсии Адонокарцинома была выявлена у 150 пациентов, в то время как из 482 пациентов, где по данным биопсии имелось аденомы или рак инситу, их количество уменьшилось. Ну и вот несовпадение данных биопсии операционного препарата в отношении инвазивных Адонокарцином составило, по нашим данным, 5,3%. Осложнения. Ну никак не 26%, это метанализ, который был опубликован в Colorectal Disease в 2014 году, и согласно ему 9,7% осложнений после ТЭМ по сравнению с 40% после радикальных операций. Но вот наши данные, они свидетельствуют, что эта цифра еще меньше. Всего у нас было около 4% осложнений после ТЭМ, ну и еще меньшая цифра, это действительно серьезных осложнений, которые потребовали повторного хирургического вмешательства. Границы резекции. R0, по данным наших патоморфологической лаборатории, 95% составило в нашей серии больных. Местный рецидив 4,5%. У 13 больных, то есть у большинства, была выполнена реэксцизия с помощью того же самого ТЭМ. Ну и в двух случаях там была выявлена малинизация, потребовалось выполнение тотальной мезоректомоктомии. Что, в общем-то, соответствует данным литературы относительно эффективности ТЭМ при аденомах прямой кишки. Вы видите, что частота рецидивов колеблется максимум в пределах 7%. То есть данные этого рандомизированного исследования, они идут несколько в разрез. И, собственно, в чем причина того, что они идут в разрез? То, что они отражают каждодневную практику в Нидерландах и Бельгии, где гастроэнтерологи и хирурги стремятся выполнять и то, и другое, и обладают значительно меньшим числом больных. В 18 центров участвовало 209 пациентов. Если мы просто разделим, то получается, что это примерно 10-11 пациентов на центр, 5 мукозэкономии, 5 ТЭМ. Сложно сказать, как можно получить достаточный опыт для того, чтобы делать эту операцию безопасно и эффективно. Я думаю, что с этим связано, что здесь были не специализированные центры, а это просто отражает срез такой каждодневной действительно работы в Нидерландах и Бельгии. Ну и наиболее интересная альтернатива трансональной эндомикрохирургии – это подслизистая диссекция. Опять-таки на сегодняшний день отсутствуют прямые сравнения. Это, пожалуй, наибольший метаанализ, который был опубликован. 536 больных после подслизистой диссекции, 1350 после ТЭМ. Как оказалось, в общем-то сопоставимые результаты, хотя на 10% лучше, и это достоверно лучше, количество андблок диссекции при трансональной эндомикрохирургии по сравнению с подслизистой диссекцией. R0-резекция также достоверно была выше после ТЭМ, чем по сравнению с ИСД. И переоперационные осложнения. Здесь цифры оказались одинаковые. Вот обратите внимание, что здесь опять-таки цифра то, о чем я говорил. 8% осложнений после ТЭМ, но никак не 26%. Это очень большая цифра осложнений. И рецидивы аденом. Вот здесь была тенденция, что почему-то они были несколько чаще после ТЭМ, однако абдоминальные вмешательства по онкологическим показаниям, то есть в тех случаях, когда была скрытая малернизация, они чаще требовались после подслизистой диссекции по сравнению с трансональной эндомикрохирургией. Таким образом, было сделано заключение о том, что ТЭМ обеспечивает и более высокую частоту анблока, и резекция всех слоев кишечной стенки значительно снижает необходимость в радикальных операциях, потому что когда патолог в препарате находит скрытую малернизацию, а вертикальной границей препарата является подслизистый слой, который очень вариабельный, приходится измерять в микронах, и здесь может быть превышение показаний к тому, чтобы выполнять радикальные операции по сравнению с ТЭМ, где происходит удаление всех слоев кишечной стенки, и патолог получает информацию относительно всего подслизистого слоя. Единственная работа, которая мне попалась, которая сравнивала стоимость ИСД и ТЭМ, работа из Кореи, здесь вы видите, что ТЭМ в Корее дороже на 400 долларов по сравнению с последствий с ТЭМ, что связано и с расходами на операцию, несколько выше расходы на анестезию при ИСД, понятно, эта операция идет дольше, чем ТЭМ, она требует больше времени, но относительно других затрат здесь ТЭМ несколько проигрывает. Тем не менее, я не знаю, как сейчас, потому что эта работа достаточно старая, уже 4 года назад была опубликована, расходы, не покрываемые страховым полисом на ИСД, это 928 долларов, которые пациент должен достать из своего кармана, на ТЭМ 496, то есть здесь политика системы здравоохранения пока что направлено на то, что ТЭМ более эффективный метод, хотя, может быть, сейчас что-то и изменилось. Вывод напрашивается сам, нам необходимо рандомизированные исследования, и вот исследование, которое сейчас проводится, координатор его Альберта Реза, известный автор и специалист по ТЭМ, исследование ТЭМ-Энда, где сравнивается трансональная эндоскопическая микрохирургия и эндоскопическая подслизистая диссекция при больших аденомах, но пока никаких следов в литературе нет, даже относительно безопасности и каких-то предварительных данных, ожидается, что в декабре 2019 года, то есть в этом году, будет собраны финальные данные, и, наверное, мы узнаем результаты этого исследования. Мы тоже не остались в стороне. Это наше исследование, которое мы зарегистрировали, где мы сравниваем, опять-таки, эти два метода. Мы посчитали, что для достижения статистической достоверности нам необходимо включить 236 пациентов, и вот с сентября прошлого года сейчас мы включили 57 больных, примерно равно распределенных, один к одному, рандомизация ТЭМ и ЭСД. Ну и, в общем-то, если такими темпами мы будем двигаться вперед, я думаю, что нам удастся достичь этой цифры, хотя, если кто-то заинтересован, мы с удовольствием бы пригласили клиники к сотрудничеству. Единственное условие, что необходимо иметь и тот, и другой метод, и достаточно равнозначно должны быть подготовлены специалисты к выполнению и последствий диссекции, и ТЭМ. Если кто-то заинтересован, пожалуйста, мы открыты для контактов, и можем сделать это исследование мультицентровым. Ну и, опять-таки, возвращаясь к исследованиям, которые были опубликованы в исследовании ТРЕН, в общем-то, оно, на мой взгляд, показывает о том, что эти методы, они являются сложными в освоении, они требуют концентрации больных, и это вовсе не для каждой больницы. Если происходит концентрация больных, тогда можно получить такие результаты, которые мы вам продемонстрировали, и движение здесь может быть путем создания центров пара-экселленс. Спасибо за внимание.